Первый штаб по сбору подписей открылся 23 декабря в региональном отделении Народного фронта. Только за три дня работы сюда пришли почти полтысячи человек. Это не только абаканцы. Многие приехали из других городов и районов республики, чтобы поставить автограф в подписном листе за Владимира Путина, говорит руководитель ОНФ Хакасии Ксения Буганова. Многие приходили семьями и рабочими коллективами. Увеличивается количество желающих подписаться. Люди приходят целыми коллективами. Очень много стало сейчас поступать звонков от немобильных граждан. Мы, допустим, сегодня поедем к дедушке, которому 100 лет, ему принципиально важно тоже поставить подпись. Очень много даже таких случаев. Люди понимают, что они хотят быть сопричастными. Это исторический момент для них. И мы наблюдаем сейчас воочию, как встает вся республика рядом со своим президентом. Сегодня в Хакасии официально открылся региональный избирательный штаб. Его возглавляет заместитель спикера Верховного совета Денис Кабанов. В столице региона шесть пунктов. Они расположены в отделении ОНФ, в региональном отделении политической партии «Единая Россия» в торговых центрах и общественных местах. Здесь работают волонтеры. Заметить их можно по яркой униформе. Эта цифра не окончательна. В ближайшее время она увеличится. Еще 12 пунктов сбора подписей начали свою работу в разных муниципалитетах республики. В ближайшее время представители рекштаба для удобства жителей Хакасии составят интерактивную карту с указанием всех пунктов. Граждане, которые объявляют желание помочь, поучаствовать в компании, конечно, мы будем принимать, рассматривать те предложения, которые они хотят реализовать во время избирательной кампании. Конечно, всех будем слышать. По Бакане сегодня работала и мобильная выездная группа по сбору подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на должность главы государства в марте 2024 года. Автографы жителей Абакана и Хакасии за сильного лидера принимали в Абаканской городской больнице. Напомним, что до 25 января выразить свою поддержку может каждый желающий в возрасте от 18 лет. Не забудьте взять с собой паспорт.